Эти кадры сняты нашим телезрителем Дмитрием. На каждой видеозаписи мужчина называет дату съемки. 3 октября, 12-е, 15-е. Вызвал мастера. Вместе с ним спускались в подвал. Но откуда сырость и комары, выяснить не смогли. Шума нет. Мы вчера зашли, ничего такого, чтобы свистело. Правильно или нет? Когда наша съемочная группа прибыла на место, первое, что мы увидели, открытый подвал. Подвалы и чердаки должны быть закрыты. Этого требует постановление госстроя, постановление правительства России, а также антитеррористическая безопасность. Но здесь, как мы видим, снаружи замка никакого нет. Зато он есть внутри. Давайте же посмотрим, что творится в самом подвале. Сырость бьет в нос с первого же шага. Чтобы разобраться, что в чему и обойти все возможные препятствия, нужно включить фонарик на телефоне. Трещины на стенах, трубы ржавые, с подтеками. Ощущение, будто вот-вот все это надломится, и здание просто сядет на подвал. Сейчас мы находимся под основной частью дома. Влаги и полчища комаров мы пока не нашли. Зато здесь есть интересные растения непонятного вида и замечательная плесень. Мошки терпеливо ждут, когда наступит ночь, чтобы пробраться по воздуховоду. Повсюду валяются пивные банки, бутылки, хлам. Похоже, в подвале обитают не только насекомые, но и некоторые категории людей. Алла Гурина живет в этом доме давно и знает все его трещинки. Дом уже достаточно древний, скажем так. Наши подвалы все текут, трубы текут, руководство ЖКХ ничего, по-моему. Ну, может быть, они что-то и делают, но вот в данный момент, со второго этажа, если включается вода, то она течет прямо в подвал. Секретов, которые хранит этот дом по Красноармейской, много. Но кто раскроет их лучше, чем управляющая компания? Директора на месте не оказалось. На вопрос, кто вместо него может дать комментарий, тишина и переглядывание. А затем и вовсе кабинет резко опустел. Стоило съемочной группе выйти, как за дверью щелкнул замок. Слух о том, что подвал навестила съемочная группа Брянской губернии, распространился быстро. Когда мы вернулись к дому, мастер уже закрывал подвал. Мы связались с администрацией города, там пообещали взять ситуацию на контроль. Игорь Умаров, Дмитрий Терехов, События Брянск.